Привет, YouTube! Меня зовут Арина, и сегодня я гуляю в парке развлечений «Шесть флагов» в Калифорнии. Рядом с Лос-Ланджелесом находится огромный парк развлечений, который является одним из самых больших в мире. Мне очень страшно! «Шесть флагов» был построен в 1971 году и назывался «Волшебная гора Magic Mountain». Потом много раз парк перепродавался туда-сюда, горки закрывались, открывались, чинились. Вокруг очень много людей, и люди все прибывают, как будто концерт какой-то известной звезды. Люди идут из-за угла, нам повезло, что вот таксист подвез нас прямо к входу. На входе проверяют сумки, у меня отобрали две селфи-палки, ура, минус 50 долларов еще. Билет в парк стоит 75 долларов. Самое интересное, что ножницы в сумке у меня не заметили и оставили, и я сейчас начну выкалывать окружающим глаза. С водой и едой, которую я купила за пределами парка, нельзя в парк, но воду мне тоже оставили. Непонятные правила, я сказала, что я сейчас дам все вещи в камеру хранения, это не помогло. В парке очень много гор, и если гора раньше называлась «Х», то теперь она «Х-2», или раньше она называлась просто «Веселая горка», то теперь это «Суперфлэш», «Супермен», 100% «Экстрим». Маркетинг везде. Была обычная горка, стала супергоркой из кино, внезапно. Камера хранения стоит 12 долларов в день, ящик маленького размера. Вот здесь уже сейчас люди кверх ногами пролетали. Я решила не брать с собой на горке телефон, чтобы еще и телефон не потерять. Хочу рассказать, как все прошло. Я успела покататься на шести горках всего лишь. Вначале было очень страшно, вначале я пошла на тестовую самую простую горку, которая называется «Нельзя». Мне ничего особенного. Просто едет вагон по прямой, налево-направо, немножко качает. Ничего страшного. 42 секунды длится поездка. После этого я пошла на горку Татсу. Все горки делятся на три типа. Нет, даже на четыре. Детские карусели, горки для начинающих, как «Нельзя», средние горки и самые страшные горки. Татсу – это самая страшная горка, и после горки для начинающих я сразу пошла на самую экстремальную горку. Это была моя первая такая страшная горка. Мне было очень страшно. Очередь очень длинная. Шесть флагов. Если вы хотите сюда прийти, будьте готовы, что это шесть часов стояния, шесть минут покататься на горках, в моем случае, и остальные два часа еще попереходить между аттракционами. И пока я стояла час, ждала в очереди Татсу, какому-то чуваку стало плохо. Это случилось прямо за мной. Я очень испугалась. А до этого, после «Ниндзи», я хотела пойти на горку «Супермен». Я пошла, заняла очередь. Очередь не двигалась минут 20. Горка сломалась. И вот это вот что, горка сломалась, чувак в обморок упал. Это так на меня стало нагнетать ужас. Мне стало плохо. У меня загружилась голова в очереди в Татсу. Было еще солнце, жарко, потные ладошки, ноги трясутся. В итоге Татсу оказался не такой страшной горой, и после нее вообще мне ничего не было страшного. После этой горы я пошла на гору «Бэтмен». «Бэтмен» прикольный. В этой горе есть петли, где кверх ногами люди катаются. Очень он мне понравился. А Татсу, кстати, как заявляет местная карта, самый высокий, самый быстрый, самый длинный летающий аттракцион. Тоже прикольный, тоже кверх ногами катают. После «Бэтмена» я пошла на «Голиаф». Вас поднимают на 300 метров в высоту, и потом резко бросают вниз. Очень прикольная гора, советую, если вы хотите пощекотать себе нервы, мне очень понравилось. После «Голиафа» я пошла на «Колоссус». Раньше он назывался просто «Колоссус». В 2015 году его доделали, и теперь он твистит «Колоссус». Там две параллельные дороги, два параллельных пути. Сначала запускают один вагон, потом запускают другой вагон. Один вагон едет по синей дороге, другой по зеленой. И они между собой переплетаются, и вы видите соседей, которые улетают в другом направлении. Прикольная гора тоже. «Колоссус», горка «Стимпанк». Вагоны, в которых вы сидите деревянные, сама гора остальная. Заявляют, что это самая длинная смешанная горка. Поездка длится 48 секунд. После «Колоссуса» шестая поездка была на «Супермене». «Супермен» — это очень высокая-высокая палка со скоростью 160 км в час. На высоту 41-этажного здания вас поднимают спиной и потом резко бросают вниз. После того, что было до «Супермена», «Супермен» все равно был страшным. Самое страшное для меня во всех горках стало падение вниз. Когда тебя отпускают, и у тебя внутренности поднимаются наверх. И «Супермен», когда меня поднимали спиной вверх на высоту 41-этажного здания, вот это было страшно. Когда я летела вниз лицом, уже потом отпускают, и вниз лицом летишь. Вот это уже что-то мне было не страшно. На этом мое пребывание в Шестифлоге закончилось сегодня. Я успела в всего 6 город. Последние 3 были очень крутые. Если вы любите рисковать, я вам советую горку Голиаф, горку Твистовского лотуса и Суперменом. Мне очень понравились 6 флагов. Еще одна моя мечта сбылась. Я покаталась на американских, настоящих американских горках. Сколько еще у меня впереди всего? Меня зовут Арина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Полезные советы для посетителей 6 флагов. Не берите с собой вообще ничего. Возьмите с собой пару долларов. Здесь продается еда. Еду с собой можно не брать. Воду с собой тоже не берите. И воду не покупайте здесь. Здесь есть питьевые фонтаны. Из них можно спокойно пить воду. Туалеты здесь есть. И все, больше ничего вам не надо. Телефон я оставила в камере хранения и не воспользовалась ни разу. И все мои вещи с 10.30 до 18.00 до закрытия парка лежали в камере хранения. Я ничем не воспользовалась и только потеряла селфи-палку и трипод. Удачно вам покататься! Субтитры подогнал «Симон»!